Приветствую вас на канале Радкэт! Сегодня мы посмотрим приключения Пайни и Пататика. И в этой игре первое, что нужно вам сделать, это нарисовать вашего героя. И сейчас я приступаю к тому, что я рисую Пайни. Ананасик у меня будет первым, кто будет путешествовать в этой игре. Ну а во втором эпизоде я уже нарисую Пататика. Что неудобно в этой игре, что нельзя удалить один шаг, если там что-то плохо нарисовал, нельзя очистить. Вы можете только очистить абсолютно весь холст, что конечно не совсем то, о чем бы я хотел, чтобы было в этой игре. Итак, рисую глаза, не очень красиво он наверное получилось, но на Пайни думаю похоже. Хелп, 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 кто-то зовет на помощь. Ну что ж, побежали, мы поможем. Бежим, 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 бежим и ничего не происходит. Я думал, что это какой-то глюк в игре и поэтому через какое-то время взял, даже нарисовал заново Пайни опять приблизительно в таком же виде. Но казалось, что произошло все то же самое. Он вот так вот шел, 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 шел и никуда у меня не дошел. И я нашел в чем секрет. Оказывается, в этой игре обязательно у вашего героя должны быть ноги. Поэтому я немножко Пайни сейчас поменяю. Рисую свой ананасик еще раз. Но уже ему дорисую ножки и ручки. Так, вот такие вот они. Виртуальные немножко от тела отделились. Ручки, ножки. Ну ладно, надеюсь они будут у него двигаться. Все, готов мы Пайни. Сейчас ему глазки нарисуем. Ну, вроде такой симпатичный по-моему еще. Давайте попробуем, что с ножками теперь будет идти. Help, help, помогите! Идет наш Пайни. Идет, 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 идет. Что, опять завис? Нет, смотрите, он пошел уже вверх. Видите? И мы пришли к какому-то дереву. Help, help, help! Кто-то зовет нас явно сверху. Интересно, кто же это? Кто-то попал, видимо, в опасность. Но для того, чтобы это узнать, мне нужно нарисовать лестницу. Для того, чтобы он смог залезть на дерево. Рисуем ему ступеньки, чтобы он смог по ним подняться. Давай, Пайни, спаси, быстрее! Ты же у нас супергерой! Ты помнишь об этом? Кто смотрел, не смотрел еще истории всех Бонстиков 3, обязательно посмотрите на канале. Там вы узнаете о каждом герое. И вы, конечно, если вы смотрели, то вы знаете, что Пайни у нас супергерой, который всегда поможет любому Бонстику. Так, что случилось? Он говорит, что там тигр спит, и ему надо костюм тигра для того, чтобы незаметно пробраться наверх и спасти Бонстиков. Или тех героев, которые там кричат о помощи. Ладно, давайте ему попробуем нарисовать какой-то костюм, который его скроет от этого тигра. Не дай бог, он проснется, нас увидит. Поэтому мы должны быть похожи на него. Так, полоски рисуем. Все, камуфляж готов. Еще осталось хвост, для того, чтобы совсем уже был похож. Так, хвост такой волосатый какой-то получился. Ну, ничего, вроде похож. Смотрите, один в один почти. Так, все, спрятались камуфляж и тихонечко, чтобы не разбудить тигра. Так, все. Ой, о-оу, кажется, там будильник, и он сейчас собирается зазвонить. О-оу, что же делать? Куда бежать? А-а-а, поздно бежать. По-моему, киска наша проснулась. Так, она увидела нас и залыбалась, значит, она нас не узнала. Слава богу. Все в порядке, наш костюм нас спас. Что такое? Еще какой-то будильник. О-оу, какие-то птички выбежали, начали насклевать, и наш костюм съели. Мы остались без костюма, и теперь тигр нас увидит. О-оу, нет, он не обрадовался, что пришел какой-то супергерой-ананасик и пытался нас поймать. Но сломалась ветка, и он нас не смог поймать. Снизу у нас какой-то бобер кушает деревца. Так, что он говорит? У него есть идея. Мне нужно нарисовать какой-то резервуар с водой в его руках. Не знаю, зачем, но раз просит, давайте нарисуем. Мне сразу пришло в голову нарисовать какую-то лейку. Как-то вот так вот, или какой-то ковшик. Ну, пускай вот такой будет. Так, еще какой-то набалдашник обычно на лейке есть, да. Давайте попробуем его дорисовать. Ну, такая корявая леечка у меня получилась. О, отлично, смотрите, он палил из этой лейки. Немножко не так, как я ожидал, но да ладно. Главное, что тигр решил больше... А, нет, я хотел сказать, больше за нами не лезь. Но, по-моему, этот тигр взбесил еще больше, и он побежал за нами. О, мы нашли какой-то лифт. И сейчас Пайни спрятался в лифт. Он пытается меня достать, но мне нужно что-то положить тяжелое для того, чтобы мой лифт поднялся. Ну, давайте наковальню, она самая тяжелая, как обычно в мультиках рисует. Вот таким вот образом она будет. Посмотрим, достаточно ли она тяжелая. А ну-ка. Киска, не достал ты меня? Прекрасно. Мы спаслись от тигра, и теперь смотрим, что дальше происходит. А дальше, чоп-чоп-чоп, наше дерево кушает бобер. Бобер почему-то решил выбрать именно это дерево для того, чтобы сделать свою плотину. И сейчас... А, вот, смотрите. Это стикманы. Оказывается, они бонстики. И они летели на самолетике, попали в дерево, зацепились. Теперь просят о помощи. Что происходит? Смотрите на эту киску перепуганную. Что случилось? О нет, наш бобер, видимо, сгрыз уже дерево. И мы сейчас падаем. Надо приделать какие-то крылья, пишет, к нашему лифту, для того, чтобы спастись. Но я решил пойти другим путем. Раз это бонстик, я сейчас нарисую ракету. И мы вместе с Пайни отправимся сразу на Боннетрон 24, чтобы не терять времени. Вот такую вот ракету, шаттл я приделал. Так, тут не рисует на этом квадратике, к сожалению. Сделаем окошки, иллюминаторы, чтобы он смотрел, куда он летит. Ну и попробуем эту конструкцию. О нет, 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 кажется, она падает. А нет, смотрите, выравнивается. Полетела моя ракета. Отлично. Я думал, что сейчас мы упадем вместе с лифтом. Нет, мы сейчас спасим этих малышей. Пайни, спасай их. Давай, прыгайте ко мне. Кричит Пайни. И в этот момент, о нет, они падают. О, я не могу смотреть на это, говорит Пайни. Нам быстро надо купить вот этот вот батут. Бегом, покупаем служба доставки. Ваш батут. И летит дальше самолетик. Отлично, мы его спасли. Это все-таки, видите, Бобер, он доел это дерево, оно упало. Но мы всех спасли. Вот такой вот был интересный эпизод. Пайни супергерой. Я надеюсь, что вам понравилось. И сейчас мы переходим к эпизоду номер один. И в этом эпизоде будет уже участвовать Пататик. Хочу сразу попросить прощения за такие корявые рисунки. Потому что рисую на телефоне. Как вы понимаете, на маленьком экранчике. Большими пальцами рисуется очень плохо. И, как я уже говорил, нельзя вернуть на шаг назад. То есть, нужно с первого раза рисовать. Рисую сразу ему ножки, ручки, ну и, конечно же, шляпку. Рисунок Пайни и Пататика уже есть на канале RedCat. Вы можете его посмотреть. А также есть прохождение первой части, где был у нас Пони и Желтопус. Обязательно посмотрите, кто не видел Стикмана. Нарисую Стикмана. Первая часть. Обалденная просто игра. Всем советую. Обязательно поиграйте. Обязательно посмотрите прохождение. Ну что ж. А наш Пайни отправился в приключение. Он нашел какой-то сундук и требует от меня ключ. Все как прямо в первой части. У нас Пони тоже искала ключики. Были карандашики с ключиками. И мы в конце их получили и открывали. Нарисовал ему такой большой, огромный ключ. Он прям не знает, как с этим ключом пользоваться. Он пытается так подойти, чтобы он смог открыть им. Чик-чик. Ну, получилось в результате. Итак, у нас вылетел из сундука какой-то шарик. Сейчас я отойду от него. Так, идем, идем, идем. Отползаем, отползаем. Another box. Что ж такое? Говорит, что там еще какая-то коробка. Ну как же я ее достану? Мне нужно, наверное, нарисовать тоже еще один шарик. На нем, как Винни-Пух, подлететь и забрать. Рисую ему шарик. Полетели. Почему-то мой шарик упал. Oh no, пишет Пататик. Что же случилось с моим шариком? Что пошло не так? Почему он упал? Надо его, может, надуть? Пататик пытается его надуть. Oh. Он говорит, что это же, это же, это же вообще не шарик, а яйцо, оказывается. И что-то вылупляется с нашего яйца. Дракон! Беги, Пататик! Пататик, спасайся! О, сейчас чуть не спалил нашу шляпу. Он говорит, быстрей, нарисуй мне меч в руку. Давай, быстрей, бегом, рисуй. Конечно, меч, да, сейчас нарисую. Подожди, так, как там меч рисует? Вот так, вот так. Ну, вроде похож. Ой, прости, Пататик, как же я его нарисовал, коряло-то? Нужно было тебе в руки нарисовать, а я тебе как-то его нарисовал, что ты его за лезвие держишь. Ай, Пататик, сейчас тебе, по-моему, этот спалит дракон из-за того, что я тебе криво нарисовал меч. Быстрее, ну, попробуй хоть так вот тыкнуть как-то. Но он как-то, видите, боится этого меча. Он хоть его и не бьет этим мечом, но этот дракон все-таки хоть чуть-чуть, но боится. В результате падает какая-то буковка ему на голову, и мы победили дракона таким странным образом. А теперь нужно позаботиться об этом огнее. Ну, а что может потушить? У нас, к сожалению, нету карандашика с облачком, который тушит, как в первой части. Поэтому мы рисуем просто облачко и надеемся, что из него пойдет дождик. Так, рисую три облачка такие большие. Ну, да, отлично, полилась водичка, и сейчас мы потушим наш огонь. Фух, отлично. Ой, по-моему, я перестарался, нарисовал все целых три облачка, и слишком много получилось воды. Смотрите, тонут наши буковки, тонет наш потатик. И что ж, надо как-то спасти, куда-то деть эту воду, ее надо куда-то спустить. Ого, ничего себе! Акулы, смотрите, сейчас нашего потатика съедят. Быстрее. Нужно что-то придумать. Нужно что-то нарисовать, чтобы убрать эту воду. Давайте подумаем, что это может быть. Так, что же, что же, что же, может лодку ему... Нет, давайте вот такой слив сделаем. Это куда слив? А вот здесь у нас пробка была, и вот-вот, типа, вот мы ее вытащили, вот эту пробочку, и сейчас... Кстати, какой-то унитаз получился. Ну, или беде. Нажимаем на эту кнопку, в общем, и все спустилось вниз. Отлично. Главное, что наш потатик уцелел, подарок мы получили, и в нем оказались буковки. Надпись гласит, что будь креативным каждый день. Вот такое вот сегодня было приключение. Ставьте лайк, кому понравилось, и до новой встречи на канале RedCat. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok